Всем снова привет и добро пожаловать на мой канал. Это видео сегодня будет посвящено краткому обзору моих последних покупок. Это такая моя, в принципе, постоянная рубрика, если вы следите за моим каналом. И я расскажу, что из этого мне понравилось, по какой причине, что конкретно хорошего в этих продуктах. И, наверное, я надеюсь, что что-нибудь новое для себя вы из этого почерпнете и с удовольствием приобретете эти же продукты. Начну я, естественно, с тональной основы. И тональную основу покупаю и меняю нечасто, потому что я работаю с клиентами. И как-то есть у меня, допустим, одна плотная, одна легкая основа, одна светлая, одна темная. И я их всегда между собой смешиваю, либо не смешиваю, наношу какую-то одну, в случае, если она подходит и по своему, как сказать, по легкости своей и по цвету. Но понравилась мне в последнее время новая тональная основа, которая отлично подходит как для клиентов, так и для меня. Я, честно сказать, была приятно удивлена ее эффектом, потому что она очень легкая, на водичке, все как я люблю, но при этом хорошо матирует лицо, придает коже красивый оттенок и закрывает все несовершенствования, перекрывает какие-то прыщички, воспаления и так далее. Не буду долго тянуть. Тональная основа от Nars. Видела ее рекламу в паре журналов и обратила на нее сразу внимание. Плюс ко всему, зашла в литуаль, как всегда, и, в общем, осталась крайне довольна. Купила ее в универсальном оттенке как для клиентов, так и для себя. Называется она All Day Luminous Weightless Foundation. Позиционирует себя как флюид. Такая очень-очень приятная плотная основа у меня в оттенке Light 5. Это такой легкий оттенок, немножко теплый, светлый, но немножко теплый, более теплый, чем Ivory, допустим. Желтоватый, сейчас делаю сводч, и она как водичка, но при этом очень хорошо перекрывает. Я на свадьбе делаю клиентам макияж с помощью этой основы себе, делаю почти на каждый день, смешиваю с биби-кремом. Делаю сводч. Приятно она подравнивается под тон кожи. Красивый оттенок, очень шикарное, вот мне кажется, покрытие получается такое, вельветовое, при этом немного матовое и хорошо увлажняет кожу. Действительно, кожа придает здоровый вид, что немаловажно. Довольно стойкая и на водичке, то есть особо сильно порой не закупоривает, что немаловажно. Очень приятный тюбик, дозатор, и что тоже очень для меня приятно, особенно если учесть, что я работаю визажистом, у меня тональные средства улетают просто со скоростью звука. У нее такой дозатор, который очень легко открывается, и всегда те самые, как сказать, остаточки, которые там остаются, можно немножко подчеркнуть. Их доиспользовать, в общем, почти до конца, что тоже приятно, потому что очень часто мне не нравятся дозаторы, и большинство тонального средства остается внизу, что неприятно. Здесь все-таки есть какая-то возможность его оттуда достать, изъять. Приятная упаковка, приятное тональное средство, и для профессионального использования мне нравится, и для повседневного использования, если вы ищете какое-то средней плотности покрытия, которое будет давать хороший, приятный оттенок, при этом немножко мотировать кожу, но и не пересушивать, увлажнять, и давать легкое свечение, я думаю, что вам стоит обратить на него внимание, тем более это новинка. И посмотрите, какой-нибудь себе там оттенок. Для очень светленьких, конечно, лучше всего Light 1, Light 2. Оттенки из линейки Medium, они уже для очень темненьких, и я их, в принципе, не советую, даже если вы загорелые, потому что есть Light 6, который темнее, чем этот, и он отлично подойдет для загорелой кожи, но для девушки от природы со светлой кожей. Далее, раз мы начали говорить о Нарсе, я перейду к пудре, которая приобрела место, своей любимой Inglot 24. Как вы помните, если вы смотрели ранее мой канал и мои видео, я очень люблю 24-ю пудру от Inglot, где 4 цвета, розовый, зеленый, бежевый и светло-светло-бежевый. Такие вот 4 оттенка, их смешиваешь, получается очень хорошее отражение света, отлично подходит для сухой коррекции. Но я решила попробовать что-то другое, она у меня закончилась, и найти какую-то альтернативу в виде не компактной, а рассыпчатой пудры. В данном случае у меня новинка моя, Нарс в оттенке Snow, очень популярный оттенок, особенно за границей. Написано Soft Velvet Lose Powder, такая мягкая, приятная, очень на ощупь пудра с хорошим дозатором. Я не знаю, честно говоря, как это правильно называется, но с хорошей упаковкой, правильной, грамотной упаковкой, то, что ее можно немножко подбить вот так, и выделяется именно необходимое количество пудры. Да, она имеет очень светлый белесый оттенок, но я как раз искала пудру с таким эффектом, потому что в очень маленьком количестве, если наносить ее широкой кистью, она дает именно фиксирующий эффект, закрепляет макияж, плюс ко всему хорошо отражает свет, что красиво смотрится на фотографии. И ей же можно делать при большом использовании сухую коррекцию, то есть выделять необходимые нам светлые участки кожи. И мне она очень-очень нравится, к тому же она экономная, потому что выходит очень маленькое количество на все личико, а здесь в упаковке представлено 10 грамм. И приятная тоже упаковка, вообще Нарс люблю, я люблю марки, которые минималистичны в своем дизайне, наверное, это и поэтому я еще и к Маку, и к Инглуту так отношусь, потому что у них тоже белые буквы на черном фоне, и Нарс меня тоже этим самым очень радует. Какая-то стильная косметика, я не люблю цветастые банки, как-то у меня вызывают такое недоверие к марке, а здесь все просто демократично. Их качество действительно хорошее, насчет содержания талька, честно сказать, не могу, потому что использую ее в профессиональном варианте, для себя редко, для себя больше все-таки Сифора Минерал, она, во-первых, и недорогая, и действительно без вот всех вот этих компонентов, которые мне не нужны, но я думаю, что для тех, у кого нормальная кожа, вполне себе подойдет, потому что тяжести я в ней не наблюдала, чтобы как-то она так плотно наложилась, скорее всего, там маленькое количество содержания талька и каких-то других веществ, которые забивают ваши поры и засоряют кожу. Next, 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 раз мы говорим о личике, я возьму свои новые средства, покажу вам свои новые средства для контурирования, к сожалению, для жирного контурирования. Сталкиваюсь я неоднократно с той проблемой, что мне тяжело подобрать какой-то универсальный оттенок для контурирования, который подойдет как теплой, так и холодной кожи, как светленькой девушке, так и девушке с загорелой, темной кожей. Почему-то почти все средства дают ржану, почти все, либо наоборот, не дают должного пигмента, чтобы осуществить такое конкретное контурирование, которое на фотомакияж отлично пойдет. Допустим, если я не ошибаюсь, оттенок называется Эмбер в маке, BB или CC, честно, не помню, жирные такие, по-моему, BB крем в маке находится как в пудре, как крем-пудра выглядит. Вот он холодный, светлый, но он слишком светлый для некоторых девушек, что тоже обильно. Я нашла выход из этой ситуации, мне подсказала один из консультантов магазина Мак, спасибо большое. Если вы меня смотрите, называется вот такие вот кремовые, крем Color Base маки, они очень известные. Одна называется Root оттенок, а вторая называется Meatone Sepia. Чем они отличаются, как вы видите, один очень теплый, второй очень холодный. При грамотном смешивании они дают как раз-таки нужный оттенок, который супер смотрится в жирном контурировании, не желтит, не рыжит, не высыхает быстро, что дает возможность его потом тщательно очень растушевать. Средней плотности, что тоже очень радует, и плюс ко всему мы имеем возможность самостоятельно скорректировать оттенок, который нам нужен. Либо слишком холодный, потому что, допустим, вот для сильного фотомакияжа, такого настоящего, когда используется очень много софтов, очень много специального технического оборудования для фотографии, возможно использование даже одного вот этого холодного оттенка. Потому что на фото он даст именно то затемнение, которое нам необходимо. В жизни, естественно, так делать ни в коем случае нельзя, нужно обязательно смешивать. И дальше от теплотой кожи мы уже выбираем интенсивность смешивания, да, пропорции смешивания. Очень приятная штука, одна штучка стоит 900 рублей, просто дело в том, что у них не было второй, не вот, как это называется у нас, не блистер. В общем, не было в упаковке, а было только вот в таком вот виде. И поэтому я купила вот вдвоем по-разному, ношу ее большую такую штуку с собой на магните. Приятные средства. Мне очень нравится, честно говоря, я крайне довольна. Наверное, из всех тех контурирований, которые я делала, этим делать проще всего и лучше всего. И вот в макияже, который сейчас стоит у меня на иконке моего ютуб-канала с короной, вам такой макияж. У меня используют для контурирования именно эти средства. Спасибо маку за это, за приятные такие вещи, что у них есть много приятной профессиональной косметики. Касаемо мака, следующее средство тоже, которое бы я хотела выделить, которому бы я хотела выделить должное внимание, это новые тени от мак. Вот такие потрясающие, прекрасные, шелковистые тени называются Extra Dimension Eyeshadow. Сейчас это новая линейка, она представлена абсолютно в разных оттенках. Я выбрала бронзу, потому что популярный, самый популярный оттенок из Smoky Eye популярнее всего делают в бронзовых тонах. Мне очень нравится, идет почти всем. Универсальная бронза, потрясающая текстура, потрясающая пигментация. Честно, ни одного нарекания. Тени стоят 1200 рублей, я считаю, что они стоят своей цены. Для тех, кто хочет сделать очень крутой мейк, вот в эти тени всем рекоменд-рекоменд. Абсолютно разные оттенки, там есть очень крутые, есть как хайлайтер светлый, есть разный аквамариновый такой цвет. Это зеленоватый, синий, абсолютно различная гамма оттенков. Я выбрала просто универсальный, потому что я работаю, и мне нужно еще не только про себя думать, но и про клиентов. И маленькая упаковочка. Ну, все как всегда, все в стиле мака. Если вы знакомы с этой маркой, я думаю, вас это не удивит. Приятный бронзовый оттенок, отлично тушуется. Вот такую дает бронзу при сильной растушевке. Видно, не видно? Я думаю, что камера все-таки съедает, потому что камера вообще очень много съедает макияжа. Я сейчас на себя смотрю, и почти у меня вообще совершенно не та картина, что есть на самом деле в жизни. Оттенок у меня называется Гавана. Гавана. Я надеюсь, видно. Непосредственно, что касается теней, решила себе приобрести новую палетку от Илье. Много в видео говорила, что от Илье не люблю, но в последнее время я решила присмотреться к ним поближе, потому что действительно все визажисты используют. Эти мне, эти тени безумно не нравились тем, что они у всех визажистов лежат в их сундучке. Это меня как-то напрягает, потому что реально все работают на Илье. Но при грамотном использовании они действительно классные, они действительно очень пигментированы. Я решила к ним присмотреться и попробовать их в другом амплуа. И использовать их не на белом гриме, это в случае обычного нашего русского макияжа. Даже не на белой базе, а просто на легком консилере, либо на бесцветной прозрачной базе. И так они мне намного больше нравятся, они лучше тушуются. На белом гриме и на белой базе они очень тяжело тушуются и забиваются, что тяжело в использовании. Но они плотные, как мне кажется, для повседневного макияжа, если вы не профессионал, они мало подойдут. Я взяла себе вот такую вот цветастую палетку на лето, потому что у меня были другие, более скучные палетки для работы. Раньше купала. Я решила взять новую, заодно к ним еще раз присмотреться. Вот такая вообще потрясающая гамма оттенков. Действительно очень хорошая пигментация. Ну, отелье всегда хорошая пигментация. Тут я никогда этого не отрицала. И делаю сводчи. Делаю сводчи. Очень красивые оттенки. Отличный вот этот вот золотисто-желтенький подходит. Отлично подходит при высветлении в смоке подбровной области и внутреннего глазика. Супер круто смотрится в свадебном мэйке, если вы используете коричневые тона с той же целью. Далее мне очень нравится за основной оттенок в макияже золотой. Фиолетовый и такой приглушенно-розово-фиолетово-фиалковый. Приятный оттенок мне вот этот на это, за основной этот на внешний уголок. Их очень, они очень круто смотрятся в гамме, если вы делаете целый макияж. Втроем вот эти тоже супер круто. Вообще отелье умеет в этом плане подбирать все вместе цвета, и они круто смотрятся все вместе. Ну, понятно, что десятицветной попугайский макияж вы делать не будете, вряд ли. Но по отдельности вместе они круто смотрятся. Поэтому для тех, кто хочет поближе познакомиться с отелье, либо уже работает на ней и думает, все ли у него палетки приобретены, советую приобрести эту. Но вообще знаю, что она довольно популярная. Я вот, допустим, ее совсем недавно купила. Мне понравилось при правильном использовании не на белую базу, не на белый грим. Для меня. Опять-таки это мое субъективное мнение в работе. Далее следующим продуктиком хочу познакомить вас с перламутром и графтобиан. Такая марка профессиональная, тоже приблизительно как отелье и макпро. Мне нравится, понравился перламутр. Честно говоря, именно на этот перламутр никогда не смотрела у них. Но тут недавно мне посоветовала одна коллега моя. Очень пигментированный перламутр. Стоит 450 рублей из всех тех профессиональных перламутров, что я знаю. Это самый дешевый из них. И плюс ко всему приятная тушевка у него. Хорошо сочетается с розовыми тенями. Я его уже использовала в предыдущем видео про свадебный мейк. Очень приятная цена, приятная упаковочка. И графтобиан в принципе профессиональная марка. Я думаю, что профессионалы оценят. Если вы не профессионал, присмотритесь обязательно. Я думаю, что там себе тоже что-нибудь найдете. В альтернативе к пигментам Inglot MAC, которые очень подорожали. Графтобиан за 450 рублей приятно порадует. И при этом действительно у них нормальная гамма оттенков. Пусть не таких современных, но для каких-то повседневных мейков, для каких-то стандартных классических луков, я думаю, вы себе найдете что-то интересное. Последним продуктом я бы хотела сегодня обозначить новую мной составленную палеточку помад от Inglot. Много у меня инглотовских помад. Все вы знаете, если вы знакомы с моим творчеством, люблю эту марку. Здесь я собрала 4, как по моему мнению, самых востребованных актуальных оттенков, актуальных в ведущем сезоне и в прошедшем. Потому что у нас тенденция на макияж, на помады, во всяком случае, не так быстро меняется, как хотелось бы. Безумно приятный нюдовый оттенок, холодный, который я вообще очень-очень обожаю. Даже немножко нанесу на губы. Это, наверное, самый лучший нюдовый. Из тех, что я видела, я, честно говоря, взяла его вместо MAC'а Hagme. Очень похожие оттенки, но Hagme чуть темнее и холоднее. Более в коричневый уходит, а это больше уходит в нюдовый. Идеален для каких-то свадебных мейков, для смоки тоже круто смотрится. Далее совсем холодный розовый. Я его использовала в предыдущем макияже, тоже про свадебный образ. В предыдущем видео про свадебный образ. Тоже розовый-холодный и с нюдовым посередине круто будет смотреться. И в отдельности для смоки, и в отдельности для какого-то вечернего классического образа. В карандашной технике, допустим. И два более ярких, темных, вызывающих оттенка. Здесь ярко-красный-алый. Его использовала в недавнем видео «Летний макияж». Безумно красивый, алый оттенок. Получила очень много вопросов по поводу, что это за помада. Чем мне еще нравятся помады от Inlet, так это своей стойкостью. Потому что, допустим, нубами ли бачи, она действительно очень сильно сушит губы, несмотря на свой потрясающий оттенок и текстуру. И скатывается потом полосочкой вот здесь по слизистой, что очень неприятно, особенно если вы идете на мероприятие. Для меня это прямо бешеная проблема, потому что мне уже начинают даже молодые люди говорить, что «Ой, Ксюша, тебе полосочка скаталась». Это как-то, знаете, не самое приятное ощущение, когда вам мужчины об этом говорят. Реально крутой, безумно классный красный оттенок. Если вы не видели его у меня в действии, посмотрите мои предыдущие видео, вот буквально предпоследнее, про летний макияж. Там с блеском на губ он дает о себе знать, очень круто выделяется. И вот этот вот оттеночек, он более вишнево-коричнево-сливовый, такая современная вот эта вот мода на темные оттенки, но очень носибельный. Он даже больше за темно-красный сойдет. Безумно носибельный оттенок. И всем понравился. Вот у меня все в восторге. Я, на самом деле, сама, естественно, собрала всю эту палетку. Номера вам оставлю под видео. Четыре актуальных оттенка. Если вы думаете, какие вам приобрести оттенки, чтобы они вам идеально подходили и были универсальными, хватило вам на 300 лет, купите за 2000 вот эту четверку. И я думаю, что вы останетесь довольными, вам ее надолго хватит и подойдет абсолютно для любого мейка, что тоже важно. Ну, а на сегодня все. Спасибо вам большое за внимание. Я всех с удовольствием жду к себе на уроке, с удовольствием жду к себе на курсы, индивидуальный барзовый курс. Сейчас стала доступна новая такая вот моя услуга. Я преподаю укладки для себя и макияж для себя. Вы можете взять в купе два урока, а не брать один. Это будет вам дешевле. И плюс ко всему жду, конечно, всех на мастер-классы в Петербург, в Москву. Обязательно постараюсь в этом следующем, так сказать, рабочем году, начиная с сентября, собрать народ в каких-то других городах, потому что заявки действительно поступают. И если вы в основном городе находите отголосы, кто-то тоже смотрит мой канал, обязательно об этом пишите. Возможно, я вас все вместе соберу и приеду к вам с мастер-классом, с уроками и со всеми своими причиндалами. Спасибо вам большое еще раз за внимание. Я всех люблю, целую, жду к тебе на канал, в соцсети, в Инстаграм, ВКонтакте. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok